В 2015 году была подписана директива номер 5 о развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой. За 4 года активной работы и сотрудничества с провинциями Поднебесной у города Гродно есть определенные успехи. Об этом говорили на рабочем совещании в Гродненском городском исполнительном комитете. Среди областных центров Гродно лучший по показателям сотрудничества с китайской стороной. Хотя даже здесь выполнить установленный план по привлечению 100 миллионов долларов в год китайских инвестиций пока не получается. Совместная работа в городе ведется по нескольким направлениям, среди которых образование. В нескольких гродненских школах открыты кабинеты, посвященные китайской культуре. Кроме того, многие школьники сегодня выбирают китайский язык для изучения как первый иностранный и уже делают в этом определенные успехи. Гродненские ученики завоевывают награды на различных конкурсах и получают благодарности и грамоты от представителей Китайской Народной Республики. В конце прошлого года в Гродно открылся выставочный центр, где планировалось презентовать и продавать продукцию, которая производится в провинции Ганьсу. Но по ряду причин со стороны китайских партнеров по-прежнему остается много недоработок и несоблюдения договоренностей. Поэтому в полную силу центр не работает. Впрочем, есть и успешные проекты, лучшие в стране в своем роде. Самый успешный образцовый проект, который реализован среди других областных центров только на территории города Гродно, это центр традиционной китайской медицины. Уникальность его в том, что единственный в Беларуси главврач, представитель Китайской Народной Республики, врачи из Китайской Народной Республики и за полтора года его существования услугами центра воспользовались более двух тысяч человек. Это действительно одна из достопримечательностей нашего города. Что касается других проектов, конечно, может быть, не так быстро они реализуются, как бы нам этого хотелось. Есть определенные проблемные вопросы, которые решаются, но, наверное, объективные сложности вызваны тем, что у нас слишком разный менталитет с нашими китайскими партнерами. Китайская Народная Республика является одним из основных торговых партнеров Гродно и занимает третье место по товарообороту и объему экспорта, что составляет более 6%. Самую большую заинтересованность в товарах белорусского производства в Китае проявляют к химической и молочной отрасли. Однако всех имеющихся успехов недостаточно. И нужны идеи и пути развития сотрудничества с китайскими партнерами, озвучили на совещании. Китайцы любят масштабные проекты и самый большой интерес для инвестирования для них представляют сельскохозяйственная отрасль, строительство и крупное производство. И все это может предложить Гродно. Дело только за установлением постоянных стабильных контактов. На данный момент нечастые встречи и постоянно меняющиеся представители китайской стороны ощутимо тормозят процесс экономического взаимодействия. Кроме того, стоит обратить внимание, считают в Гродненском горосполкоме и на другие провинции Китая. Пока самая активная работа ведется с провинцией Ганьсу, но в перспективе налаживание связи и с другими землями Поднебесной. Продолжение следует...